В один день я пришел в иностранную библиотеку, открыл том, и странная вещь, я в этот день перевел 5 стихотворений сразу, причем все 5 без посрочника. Вот почему-то так вот сразу, вот вы знаете, вот легло, и дальше пошло, дальше пошло. Как будто вот, вы знаете, я в него вошел, вот в Деламера, действительно я очень и очень его люблю. Вот, а дальше, больше, дальше я стал, вот, предложил эти стихи в издательство детской литературы, и они вышли, первая маленькая книжка Деламера вышла одновременно, опять же, с моей книжкой в детской литературе, моих собственных стихов. И вот с этого момента, вот у меня пошло такое, как бы раздвоение, я занимался и своими стихами, и переводами, прозой я тогда еще не занимался. Где-то в 80-м году возникла ситуация, ну, такая в литературе, когда, ну, возникла кампания в детской литературе против молодых детских поэтов. Тогда нас было несколько человек таких молодых, тогда Олег Григорьев был, я, был такой замечательный поэт Володя Лапин, и была Лена Гулыга, который очень любил Корнееван Чуковский. В его книжке «От двух до пяти» в конце он приводит стихотворение про мимозу, замечательное стихотворение Лены Гулыги. Но это Лене Гулыге не помогло, и против нее тоже была развернута такая кампания тогда. И вот тогда меня перестали печатать, меня выбросили, можно сказать, на 8 лет, 8 лет у меня, по сути дела, ничего не издавалось, и только в 88-м году мне предложили сделать, после перерыва вот такого 8-летнего, мне предложили сделать азбуку. Точнее, мне не предложили, я сам написал азбуку, принес ее, и мне сказали, что ее готовы издать. В советские времена обязательно нужны были рецензии. Это сейчас они не очень нужны, а тогда были нужны. И вот представьте себе, мою книгу дали на рецензию. На одну Яшу Акиму была положительная рецензия, Коле Старшинову дали, была положительная рецензия, Сахарнову дали положительная. В общем, положительная, положительная, и вдруг одна черная рецензия была отрицательной. Вот, эту отрицательную рецензию дал замечательный человек такой был. Он одно время был главным редактором издательства «Малыш», такой прекрасный был совершенно редактор, а до этого он был начальником лагеря на Колыме. Понимаете, вот, это такая вот замечательная история была. И он потом стал поэтом. И вот в то время, а после того, как он вот стал, ушел от издательства «Малыш», он стал главным референтом тогда первого секретаря Союза писателей СССР Маркова. Но она была такая смешная, что, вы знаете, когда я ее прочитал, мне ее все-таки дали прочитать в издательстве, я рассмеялся и говорю, я вам ее не отдам. Эта рецензия до сих пор хранится у меня в архиве. Вот. Но, тем не менее, понимаете, мне позвонил после этого главный редактор издательства детской литературы, сказал, что книжка ему нравится, и чтобы я не волновался, только чтобы я не поднимал шума. И тогда он обязуется к концу года книжку выпустить. И самое интересное, что он это сделал. Вот. Так что, видите, все равно уже наступали новые времена, и уже немножечко стало полегче жить. Ну, вот я вам чуть-чуть... А дальше пошла уже, пришла перестройка, и в эту перестройку я уже начал делать уже многие другие вещи, вот о которых Леша чуть-чуть скользь сказал. А сейчас я просто хочу немножко начать вот читать вам какие-то вещи. Сначала я начну, конечно, с того, с чего я начал все свое творчество, с детской поэзии. Я прочту вам два-три, может быть, пять стихотворений. Я так понемножку буду стараться. Детские стихи прочту, может быть, несколько взрослых стихотворений прочту. Прочту, может быть, один рассказик, какие-то переводы, наверное, из Даламера, и, может быть, из чего-то еще. Итак, из детской литературы. Сначала, как я вам сказал, я любил писать стихи, с самого начала, как бы вспоминая о своем детстве. И вот, наверное, эти стихи в основном все, одни в большей степени воспоминания, другие меньше. Вот сейчас будет в меньшей степени воспоминания. И оно такое, целыми днями. Целыми днями, целыми днями мы по квартире летаем орлами. Целыми днями, целыми днями плаваем мы по паркету китами. Целыми днями, целыми днями по коридорам искачем конями. Между столами, между шкафами Весело скачем и машем хвостами Воем волками, тявкаем псами Львами рычим и кричим петухами А вместе с нами, а вместе с нами Целыми днями весело маме Еще одно маленькое стихотворение, которое мне хочется вам прочитать Потом я стал писать стихи, как вам сказал Уже вспоминая действительно то, что было со мной Мне подарили куклу, мне, мальчишке Меня обидеть не могли сильней Всегда дарили мне машины, книжки А тут друг кукла, что мне делать с ней? Возить в коляске, нянчить, шить ей платье? Я же не девчонка, чтобы с ней играть Есть интереснее у меня занятия Ну, например, конструктор собирать Или вездеход водить через ухабы Или возить по полу поезда Мы вместе с ней огромный шар надули На воробьев глядели за окном Я с ней играл, летал на самолете стуле И возводил многоэтажный дом Она казалась мне совсем живою Я злился, получив ее вранье Мне кукла стала младшим сестрой Я сразу, сразу полюбил ее Это история имеет продолжение Пришла ко мне Нина Грозова Она говорит, скажи, пожалуйста, твой папа Володя? Я говорю, да Левин, я говорю, да А ты знаешь, говорит, вот наша племянница Приходила к вашей маме и принесла куклу И я тогда сказал А ты знаешь, что у меня вышла книжка Со стихотворением этим Которое вошло это стихотворение И вот так вот получилось Что я тогда Нине подарил вот эту книжку Вот представьте, как замкнулся И она на следующий день передала ее своей тете Вы знаете, каждый переживает влюбленность Вот я тоже пережил влюбленность Первую свою влюбленность Мне было тогда, по-моему, лет семь А может, восемь И вот девчонка, которую я видел каждый день На углу улицы нашей Симпатичная такая девочка была И мальчишки почему-то ее все называли кикиморой Вот И вы знаете, вот по воспоминанию об этом Я написал тоже стихотворение Которое царь и назвал кикимора Меня послали в магазин Я, не спеша, иду И у соседнего двора Стою в столбом и жду Я жду с надежды робкую Что вновь увижу ту Ту девочку, которую Не знаю, как зовут Ей, как и мне, должно быть Семь, а может, восемь лет Всегда немного на пикрине Надет ее берет Кикимора Кикимора, кричат мальчишки Так что ж увидеть хочется ее Мне все сильней Я болен, я горю Устав стоять, иду вперед И тут же вновь назад Мне ясно, что насмешивая Все на меня глядят Что каждому прохожему Секрет открылся мой И хочется скорее сбежать Скорее пропасть Скорее сбежать домой И вдруг исчезло все кругом Я вижу, как во сне Она с подругой вдвоем Идет на встречу мне Они не смотрят на меня Им хорошо вдвоем Они идут, шли И скрылись за углом А я стою И вслед смотрю И счастлив от того Что видел я кикимору Хотя бы миг всего Теперь могу спокойно жить До завтрашнего дня Ой, я забыл, что в магазин Отправили меня Я хочу перейти к Уолтеру Деламеру Это был совершенно замечательный поэт Это действительно для меня было открытие Он поэт был достаточно сложный Я выяснил, что он Его пытались переводить до меня В 30-е годы его взрывы переводил поэт С такой же фамилией, как у него Он Уолтер Деламер А можно его переводить Уолтер Деламар Многие предпочитали А переводил его поэт по фамилии Мар Вот И у него было 3 или 4 перевода Но только взрослых стихов Его пытался переводить Маршак Его пытался переводить Насколько я знаю, Захадер Мы с ним об этом говорили тогда Даже одно из стихотворений Я как-нибудь Вот Ну, наверное, кому-нибудь Кто-нибудь сможет увидеть мои воспоминания о Захадере И там я показываю, как одно и то же стихотворение Я его перевел А Борис Захадер попробовал его сделать немножко по-другому Но у меня Я хотел сделать из Деламера Деламера А Захадер хотел сделать из Деламера Захадера Поэтому стихотворение А Деламер этому не подчинялся Потому что он немножко другой Он совершенно другой по смыслу Есть поэты с юмором, с сарказмом Такие подходили за Захадеру А вот Деламер, он был такой теневой Он такой лунный поэт был Стихотворение называется так Гномы Когда я проснулся, была тишина Вдруг звонкая песенка стала слышна Скорей подымайся, скорее одевайся Но сколько же можно лежать Мы здесь, за стеною, под старой сосною До нас так легко добежать Взглянул я в окошко, там роща спала А песни меня все звала и звала Ты выйди из дома Зовут тебя гном и свой замок на древнем холме В горелки и салки, в лапту и скакалки Мы будем играть по лытьме Сметану, творог, с вареньем пирог И вкусный как мед ананас Малиновый джем, орехи и крем Ты сможешь отведать у нас Услышав про это, я тотчас вскочил Решив к ним наведаться Но, пока в башмаке я ногами попал Звук песенки этой куда-то пропал И глянула утро в окно А из лесу слышалось словно копель В малиновке звонкая рим А теперь, вы знаете, мне очень хочется Чтобы на стихи Даламера нам спел свои песни Да, замечательный бар Михаил Кукулевич Вот Про трех сестричек Гроздь винограда Сказала Сюзи Персик Сказала Элен А мне бы печенье Да ложку варенья Сам задох Сказала Джем Огромные крылья Огромные крылья Сказала Сюзи Корабль Сказала Элен А мне бы без спешки Поездить в тележке Сам задох Сказала Джем А мне бы без спешки Поездить в тележке Со вздохом Сказала Джем Крошка Полипеликенс В кухню заглянула Ой, она сказала Пустоя одна Только мышка маленькая Бегала у стула Где порою крошки Видела она Крошка Полипеликенс Дверцу отворила Там стоял чудесный Яблочный пирог И кусок огромный Мигом откусила Как-то боязливо Глядя на порог Крошка Полипеликенс 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 Весь, весь пирог До крошки Съела И ушла Ой, какая жадина Пропищала мышка Хоть одну бы крошку Бросить мне могла Еще можно? Ах! В общем, с этими песнями Очень интересно и легко Разговаривать с детьми Спрашиваешь, скажем Есть ли среди вас обжоры? Ну, дети же никогда не признаются Правда, какие обжоры? А тут им песенка Ах, да, чего же странно Все это получается Что терли, милая Не съест Все в терли превращается Томатный сок Салат, творог Жаркое, простокваша Арбуз, вареники, пирог Ну и, конечно, каша Не вижу я нигде Кругом машин для превращения Нет скрытой кнопки Под столом И все-таки печенье Которое Вот только что Еще в горой лежало Исчезло с блюда Но зато Сестричкой Терри Стала Ах! Да чего же странно Все это получается Что терли, милая Не съест Все в терли превращается Томатный сок Салат, творог Жаркое, простокваша Арбуз, вареники, пирог Ну и, конечно, каша А вот совсем Волторовское Светворение Сыграем в прятки Сказала луна С неба Свалившись в лес Сыграем в прятки Сказал ветерок И за холмом Исчез Сыграем в прятки Сыграем в прятки Сказала волна Причал у маяка Сыграем в прятки Сказали звезде Увидев ее облака Сыграем в прятки Сказали часы Тик-так, динь-динь, дигидон Сыграем в прятки Сказал я себе И погрузился В сон Сыграем в прятки Сыграем в прятки Я тогда работал С издательством Музыка И я для них Они меня тогда попросили Могу ли я Что-нибудь написать О музыке Я тогда сначала Начал писать Сказки о нотах Вот они теперь Вот у меня Вот они как раз стоят Где-то здесь Вот волшебная мелодия И вдруг они мне говорят Витя, а ты мог написать Вот нам бы хотелось Чтобы кто-то написал стихи К детскому альбому Но именно к детскому Петь там все невозможно Они сказали Потому что не все поются песни Я говорю, как? Я пришел домой Послушал Я им позвонил Говорю, знаете Можно написать на все 24 Они говорят, невозможно Я говорю, давайте попробую И вы знаете Так получилось Что в течение 20 дней Я написал все 24 24 песни Это были не 24 дня Это было как бы Вот Не прекращаясь работой По-моему Я не знаю Спал я там Или не спал С одной песней Произошла беда В середине Где-то Когда я подошел К неаполитанской песне Я звонил маме С мамой Поскольку она у меня музыкант Замечательный Я с ней все время консультировался И она говорила Витя, замечательно Прекрасно И тут я Вдруг Как раз мне Неаполитанскую песню переводить И мама звонит Немедленно включай телевизор Я включаю телевизор И надо же такому случиться В это время Идет мультфильм Детский альбом И как раз Неаполитанская песня И карнавал И я понимаю Что Мне это жутко мешает Потому что Я пробую писать Карнавал автоматически А у меня ничего не получается Я два дня Промучился с этой песней Ничего не получилось Я закончил все песни До конца И только последнюю Я делал опять уже Вот Неаполитанскую Только тогда она получилась Потому что Сбила меня Представляете как Оказывается Нельзя сбивать А там со словами было? Нет Ну как У Петра Ильича Чайковского Слов вообще не было К детскому альбому Только спустя По-моему 20 лет После его смерти Уже кто-то Какая-то женщина Написала Одну песню Это была Старинная французская песня А больше Мне неизвестны Слова К детскому альбому А тут Я просто решил Действительно Сделать все 24 И даже Сознаюсь Тут вот есть Даже два человека У которых есть Диск Это Володя Кантер С женой Замечательный наш философ И писатель Вот Я ему когда-то подарил Я сам напел Все 24 песни И у него У меня не сохранилось А у Володи Сохранились Оказывается В моем исполнении Вот эти все 24 песни Это не диск Это все Пленка 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 еще Еще не диск даже Еще пленка была Потому что Я пел Я напевал тогда Когда я писал Я скажу просто Как я это делал Я пел Я включал Тогда Пластинку Пластинку Флиера А пластинка была В чуть-чуть Ускоренном темпе Флиера играл И мне приходилось Еще догонять Флиера Вот Но тем не менее Видите Все получилось Вот И мне хочется Чтобы сегодня Не я пел Из песни Детского альбома А чтобы спела Замечательная Певица Светлана Абзалова Господи Боже Греши спаси Светлана Абзалова Светлана Абзалова Светлана Абзалова Светлана Абзалова Итальянская песня Итальянская песня Светлана Абзалова Прекрасные наши моря, Прекрасная наша земля, Прекрасной красной ломкой Каждой господь золотой Под рассветной звездою. Теперь, вы знаете, мне хотелось бы немножечко уже отвлечься от детского и перейти чуть-чуть ко взрослому. Но ко взрослому, вы знаете, к чему мне хочется перейти? Я вам говорил, что я начал писать немножечко взрослые такие рассказы, но опять о детстве. Потому что я говорю, я все время возвращаюсь к детству, и я хочу вам прочитать просто два маленьких моих рассказика. Первый рассказик называется так. Я родился. Я родился 6 мая 1945 года в Москве у Грауэрмана. Отец тогда был в своей части в Германии. Когда у мамы начались схватки, дед был на лекциях, отвозила маму в роддом бабушка. Добраться надо было с Рождественского бульвара. О машине нечего было и думать. Пошли на трамвай. Трамвай был полон. Бабушка тут же потребовала у какого-то мужчины уступить маме место. Неужели не видите? Она же сейчас родит. Трамвай ехал невообразимо долго. Он качался на спусках и поворотах. Резко дергался, извинел. Бабушка страшно нервничала. В роддоме, указывая на маму, она закричала театральным голосом. Доктор, спасите ее! Разве что от вас отмахнулся доктор. А у нее все в порядке. Спустя три часа я появился на свет, без рубашки, но уже с именем Виктор. Со дня на день ожидалось окончание войны. И второй маленький рассказик, это опять мое первое, наверное, детское воспоминание. Зеленый костюмчик. Раннее детство. Оно запомнилось скорее по рассказам родителей и их друзей. И тем не менее, кое-что сохранилось и в моей памяти. В старом родительском фотоальбоме есть моя черно-белая фотография в возрасте приблизительно трех лет. Она, мое первое воспоминание. Я в бархатном костюмчике стою перед гранитной скамейкой у входа на трубный бульвар. Этот костюмчик шил мне дедушка Иосиф, мамин отец, в то время гостивший у нас вместе с бабушкой Цилей. Дедушка во Львове был главным портным оперного театра. Но шил он не только театральные костюмы. Он вообще считался во Львове лучшим портным. Когда Иосиф приезжал к нам в Москву, то обязательно обшивал и маму, и папу, и моих московских бабушку и дедушку. Он одевал их не только в костюмы и пальто, но даже в пижамы. Когда родители вернулись в 1948 году из Германии, они привезли оттуда зеленый бархатный отрез. Этим бархатом мама очень дорожила. Больше его части дедушка шил маме роскошное концертное платье. Но и я не был забыт. Из остатков бархата Иосиф за день изготовил мне зеленый бархатный костюмчик, состоящий из мягкой уютной пелеринки и коротких штанишек на бретельках. Понятное дело, когда я этот костюмчик надел, все тут же стали восторгаться костюмчиком. Но главное мною, паночек, настоящий паночек, говорила, как-то странно при этом усмехаясь и сплескивая руками бабушка Циля. Володя, в таком виде его надо сфотографировать, решительно сказала мама. Папа не возражал. Он достал из шкафа свою любимую трофейную лейку и отправился со мной на тот самый трубный бульвар. Я очень хорошо помню, как папа поставил меня у скамейки из грубо-тесаного гранита. Была середина мая, и от гранита исходило почти такое же тепло, как от мягкого утреннего солнца. «Ну-ка, Витенька, улыбнись», – сказал папа и навел на меня объектив. И я улыбнулся, потому что был счастлив. И воспоминание о том моем детском счастье навсегда сохранилось не только на фотографии, но и в моей уже немолодой душе. И вот мне хочется прочитать одно-два стихотворения, может быть, опять о том времени детства. И я хочу прочитать стихотворение, которое я написал. Вы знаете, у меня с тех пор, с детства, очень много друзей. Мне так посчастливилось, что один друг мой с коляске, он присутствует в этом зале, это Володя Штерн, с которым у меня сохранилась фотография, в которой его старший брат, тоже присутствующий здесь, везет нас. Еще с одним другом, замечательным моим другом Володей Фейгином, мы тоже со второго класса дружим. К сожалению, нет третьего, еще одного нашего друга, Леони Берковича, который, к сожалению, его уже нет в жизни, но сегодня здесь присутствует его дочка. Вот поэтому это люди, которые сопровождают меня всю жизнь. Так же, как с первого курса института меня сопровождает еще один мой друг, Володя Булыгин. И мне очень приятно знать, что вот они всю жизнь со мной. И я, конечно же, друзьям посвятил свои стихи. Стихотворение такое. Как выбираем в детстве мы себе друзей? Сие есть тайна. Друзья из хаоса и тьмы, как свет, приходят не случайно. Они являются не вдруг, не просто так, а по наитию. Вхождение их в сердечный круг, подобно вспышке или открытию, Мы точно бабочки летим на огник душ, не знам их прежде. Мы их познать, любить хотим. Они для нас сродни надежде. В друзьях мы ищем то, что нам самих себе найти не можно. Мы ждем их глаз по вечерам, когда нам грустно и тревожно. Без них все в мире ни к чему. Они и счастье, и опора, поддержка сердцу и уму. Но так же бак для сброса ссора. Да, с ними ссоримся порой, но для того, чтобы помириться, Когда беда не за горой, и вновь спешим друзьям открыться. Мне не прожить без них и дня, я рыбкую плыву в их сети. Как хорошо, что у меня друзья такие есть на свете. Долгие годы не хотел публиковать свои взрослые стихи, пока жена моя, Ольга, не сказала мне, ты должен уже в конце концов заставить себя собрать и издать книжку стихов. Вот она меня заставила. А вот стихотворение, не вошедшее в эту книжку, но тем не менее мне хочется его прочитать. Маленькое стихотворение. Я снова жить хочу, и вера моя снова растет и разгорается во мне. Наконец, последнее маленькое стихотворение, которое я тоже хочу прочитать все-таки. Это стихотворение опять приблизительно на ту же тему. Свет и тьма. Тьма, конечно, больше света. Нам давно понятно это, так как даже светлый день, тут и там темнеет тень. Но когда нам солнце светит, мы, и в этом весь секрет, так живем на белом свете, словно тьмы в помине нет. Мне хочется еще напоследок, я не хочу долго вас держать и мучить, и так вы уже, наверное, устали. Я хочу сказать о последней книжке. Мне действительно очень и очень повезло. 30 мая мне неожиданно позвонила моя издательница, сказала, Витя, ты сегодня дома, я говорю, дома. Я полдвенадцатого ночи тебе, говорит, привезут к твоей книжке. Они вышли. И действительно вышла книжка «Зверье мое». Это книжка, которую надоумила меня написать моя жена Ольга. Она мне говорила так, Витя, у тебя очень много воспоминаний о каких-то животных, с которыми ты сталкивался в жизни. Ты должен все это записать. Кроме того, кроме моих воспоминаний, были какие-то воспоминания у нее самой, о тех животных, с которыми она сталкивалась. И так далее. И в результате получилась книжка. 19 рассказов моих, а один рассказ, который написала моя жена Ольга, который, к сожалению, уже нет. И вот эту книжку я посвящаю ей. И напоследок мне хочется поблагодарить вас за то, что вы все пришли. И я надеюсь, что вам не было скучно. И надеюсь, что теперь мы все можем пойти куда-нибудь в малое кафе, в подвальчик наш в ЦДЛ. И там продолжить наш разговор уже за рюмочкой вина или водочки. Или коньячку. Благодарим. При этом мне хотелось сказать о том, что я вижу то, что его собственные стихи, Виктор Владимирович, вступают в диалог с теми, которые он переводит. Об этом, кстати, была моя статья в последнем номере дошкольного свидания. И в связи с этим хочу просто поздравить Виктора Владимировича. Послушайте, как. Загадочен английский стих. Душа не лепец и пародий. А все воспринимают их. Но, коль уж Лунин переводят, как энергичные и легкие. Бывают чудеса на свете. И стали русскими стихи. И Даламера, и Рассети. Спасибо вам большое. Почему ты меня сподвигаешь? Ты что тут? Ничего, ничего страшного. Борис что? Борис что? Борис что? Смотрите, смотрите, сегодня говорили о том, показывали первую книжку Витину, как будто он прямо из колыбели от Фридина и Сиси переполз к первой книжке. Это было не так. Это обман. Это легенда. Сначала он кончил со Штерном и с другими пацанами МИИ. Потом он намылился стать кандидатом технических наук, как положено добропорядочному еврею. Потом он тихонечко мяукнул, пойду-ка я в писатели, а тут Фридина наша благолепная сказала, я сейчас вешаюсь и кидаюсь с балкона, козел, если ты пойдешь в эту братью буковки стыковать. Так дело не пойдет. Либо я, либо ты идешь, как все прописные, кандидат, кандидат, чтоб все было. И тут Витка совершает, конечно, прорыв, прорыв, кидает свою диссертацию, все уже кидает свою биографию, накат и идет в наше грязное, черное, совершенно непредсказуемое дело. Вот это составляет буковки, где нет ни гарантий, никто ничего, ни копейки не гарантирует. Только насмекательство, бешеная конкуренция, отсутствие критериев, что такое хорошо, что такое плохо, одинокая работа, отсутствие коллектива, потому что товарищей нам, там-там в нашем деле товарищей нету. Каждый в одинаре занимается. И вот, неожиданно, Витка, при недурожелательстве, среди семьи, и Женька, здесь, Женька, где Женька? Здесь. Я правильно говорю? Я тебя слушаю. А я, Влад, и слушаю. Я правильно говорю? Я правильно говорю. И Папаевка, Володя, тоже говорил, насмехался над Виткиными притязаниями в литературе, то все. Вот они хотели бы, чтобы было подоказано. Витка изломал эту схему, стереотипы, сделал и стал прокладывать себе новую лыжню и накатал ее такую, что можно даться диву, начиная с детских стихов. Там пошли переводы, пошли переводы. Вот он не сказал о переводах Киплинга. Он говорил о прекрасных переводах Рыцарей Круглого Стола, классики. Он не сказал о переводе, о переводе блистательном, как я считаю, переводе Битлов. Но, когда я услышал Битлов, и сейчас, как Витька их сам поет, и в частности, желтая подводная лодка, лучший перевод, который я читал и слушал, я говорю, Витя, давай обмочим такую штуку. Я поеду в Лондон, я найду Маккартни, он такой же, как и мы, у него те же самые 6 метров кишок набиты говном, они бриллианты, но все одинаковые. Я ему напоюсь, скажу, в России есть такой перевод, будет пуза, будет пуза, и что-то интересненькое, это все можно. Но Битка считал, что это что-то легковесное, это все. Вот, Битлы, а меня почему-то Битлы, Битлы очень одолевали, что так здорово. Вот. Ну и потом, потом, конечно, совершенно феноменальный этот детский альбом Чайковского, переложить, переложить музыку так музыкально, на поэтический язык, без всяких погрешностей, все песни доедимы. Это дело подвижническое, ну, правда, он это сделал за 3 недели без перерыва, то есть сдуру. Его рукой водили небеса, потому что это не работа, это не работа, это наитие получилось. И там еще другие книги, сколько, сколько Витка еще, вот, Сдобная Лиза великолепная. Ветер вылаз. Сдобная Лиза, это проза про кошку выдавала, как, все вы читали Сдобная Лиза, конечно, да? Крендель в форме кошки засунули в печь, вдруг дверь отворилась, кошка выскочила, подскакала, и пошли ее приключения по миру. Обалденный, обалденный книжок. И такого у Витки чма, то есть он накостерил к 70 годам за себя и за того парня. Честь ему и хвала! АПЛОДИСМЕНТКИ Мне кажется, я вас тоже ставлю. А вы не BC? Субтитры сделал DimaTorzok Я надеюсь, что все вот эти мои друзья останутся рядом со мной еще долгие годы, ну, по крайней мере, еще лет 10.